В 2021 году в России прошла перепись населения. Без преувеличения можно сказать, что это была одна из самых необычных переписей, как минимум за последние 50 лет. Как вы помните, в период с 2019 по 2021 год мир был охвачен пандемией, а потому запланированная на 2020 год перепись не состоялась и была перенесена на более поздний срок. Но у вируса были свои планы, а потому смена даты не сыграла большой роли и считать население пришлось в условиях антиковидных ограничений, что усложнило взаимодействие переписчиков с гражданами. Но как бы там ни было, перепись состоялась вопреки всем сложностям, и вот что мы узнали из ее итогов. Тут сразу стоит отметить, что важным отличием этой переписи от всех предыдущих было внедрение цифровых технологий. Тестирование нельзя назвать полностью удачным, в частности из-за того, что электронный переписной лист создал у некоторых пользователей иллюзию автоматического учета ранее введенной информации о родном языке в ответ о национальной принадлежности. Это внесло определенные коррективы в итоговые результаты. По итогам переписи не указана национальная принадлежность свыше 16 миллионов 600 человек, что почти в три раза превышает аналогичные данные по итогам переписи 2010 года. Тогда было 5 миллионов 700 тысяч человек. В целом выяснилось, что общая численность населения в России увеличивается. За 10 лет жителей в стране стало больше на 4 миллиона 300 тысяч человек. Одним из главных факторов стало присоединение в 2014 году новых территорий регионов Крым и Севастополь, где проживает более 2 миллионов человек. За 10 лет появилось 18 городов и 33 села, но при этом количество заброшенных деревень сильно увеличивается. Их стало больше на 27,5%. Лидерами по приросту населения стали Москва, Санкт-Петербург и близлежащие к ним области, Краснодарский край и Республики Кавказа. Примечательно, что Татарстан оказался одним из двух регионов по Волжье, где численность населения увеличивается и попал в топ 10 российских регионов с такой тенденцией. Прирост населения в республике составил 218 тысяч 321 человек. В целом же население в Приволжском федеральном округе убавилось почти на 1 миллион человек. С идентификацией по национальному признаку показатели, к сожалению, не такие радужные. Численность татар сократилась на 596 тысяч 980 человек. Важно понимать, что несмотря на то, что некоторыми активистами продвигалась политика разделения татар на субэтнические группы, она не увенчалась успехом. Граждан, указавших свою национальность как сибирские татары, стало меньше. С 6779 в 2010 году до 6297 в 2020 году. Астраханские татары выросли в три раза, но в абсолютных цифрах это немного. 7 в 2010 и 29 в 2020. Численность кряшен сократилась. 34 822 человека в 2010 году и 29 978 человек в 2021. Очень важную роль в этих цифрах сыграл неожиданный фактор. Оказалось, что более 1 миллиона 200 тысяч опрошенных не заходят в такие дебри и просто именуют себя россияне. При этом одновременно полмиллиона человек вообще не причисляют себя ни к какой национальности. Так что уменьшение численности татар не стоит воспринимать так буквально. Тем более, что в самой республике с момента прошлой переписи численность татар только увеличилась на 78 604 человека. В 2010 году показатель был 2 миллиона 12 тысяч 571 человек, а сейчас 2 миллиона 91 тысяча 175 человек. Параллельно увеличилось количество русских. Их в республике стало больше на 73 435 человек. В целом по национальным показателям картина положительная, чего нельзя сказать о языковой ситуации. Число владеющих татарским языком сократилось более чем на 1 миллион человек. Им владеют 3 миллиона 261 на 1155 человек. В повседневной жизни его используют 2 миллиона 917 тысяч 685 человек. При этом татары показали очень высокие показатели в образовании. Из 4 миллионов 434 тысяч 552 человек 22,33 процента имеют высшее образование. 16,39% среднее общее, 1,51% прошли программу магистратуры и 1,13% имеют высшую квалификационную категорию. Перепись населения, безусловно, дает важные и интересные показатели. Но всегда следует помнить, что существуют объективные факторы, такие как внешняя миграция, процессы смены этнического самосознания под влиянием смешанных браков, информационного фона, социально-политической ситуации, которые ведут к изменениям в национальном составе населения. Но они не носят столь резкий характер, как об этом можно было бы судить при некритичном восприятии итогов переписи.